Как пошла идея запровадить такую масштабную музыкальную премию, как Иван Мюзиководс? Скажу, что я в этом году, в феврале, достаточно случайно для себя попал на церемонию Грэмми. И хоть мы до этого несколько лет транслировали эту церемонию себя в эфире, то, что происходило внутри, оно, по крайней мере, поставило внутри вопрос, можем ли мы сделать такое. Хотя, по большому счету, не в феврале это решение принималось, и к пониманию того, что мы можем сделать премию, мы пришли в середине этого года, и после этого уже начали работать над этой идеей, которая на следующей неделе, ровно через неделю, уже придет к своему пику. Что было вашим самым ярким впечатлением за все время подготовки к командирам Мюзиководс? Скажу, что яркие впечатления приходили не раз. Одним из самых ярких была готовность Олега Боднарчука поставить несколько номеров для премии. Вторая яркая история была буквально на прошлой неделе, когда мы вручали профессиональную часть премии, это M1 Awards Backstage. Когда еще до начала ко мне подошли посетители и сказали, что мы никогда в одном месте и в одно время в таком составе не собирались, спасибо вам. На самом деле объединить людей, которые работают в шоу-бизнесе, и дать им какую-то новую перспективу, оно является одной из основных идей этой премии. Надо назвать лучших и показать какой-то путь для дальнейшего развития, вот то, чем мы и занимаемся. Поведайте хоть несколько секретов в идущей церемонии. Ну, это уже все будет понятно через неделю, но скажу, что мы во дворце спорта, во-первых, мы уже сегодня начали завозить туда технику и оборудование. У нас впереди 5 дней монтажа, и я не уверен, что кто-то до этого 5 дней монтировался во дворце спорта. Мы там соберем все доступные на сегодняшний день в Украине сценические механизмы и спецэффекты. Там будет вода, там будут полеты, будет бег на месте, условно говоря, там будут беговые дорожки, на которых артисты будут идти навстречу этому транспортеру. Будет масса вещей, которые артисты даже в своих собственных сольных программах не могут себе позволить. Я думаю, что мы как-то заложились на шоу, равных которому в Украине не было. И скажу, что даже по световой инсталляции мы обойдем считавшуюся до сих пор непревзойденную инсталляцию Евровидения в Киеве в 2005 году. Работа с артистами требует большего терпения и собранности. От них можно задать много. Какие казусы случались у вас в работе с артистами? Отвечаю, скажу, что... На самом деле артисты такие же люди, как и все остальные. Наверное, это большой секрет, потому что у многих складывается впечатление, что они совсем особенные. Я скажу, что даже Жанна Агузарова в обычном общении необычный человек. Какая бы она ни была космическая во всех своих публичных проявлениях. Поэтому, когда мы встречаемся с артистами, мы разговариваем на обычные человеческие темы. Мы слушаем музыку, смотрим какие-то наметки на режиссуру, на идеи клипов. Смотрим незаконченные, недемонтированные клипы для того, чтобы была возможность какие-то вещи либо исправить, либо добавить, либо усилить. То есть у меня с артистами абсолютно дружеские рабочие отношения. Но такие же, как, наверное, в тех местах, где вы работаете или учитесь, у вас есть отношения со своими друзьями, коллегами по работе и так далее. Да, иногда бывает недопонимание, иногда бывает такое, что мы не можем найти друг друга по несколько месяцев. Но это тоже человеческие вещи. Это не то, что приходит со звездностью или приходит с каким-то возрастом. Это то, что случается среди обычных людей. Поэтому сказать, что что-то такое упало или что-то такое произошло необычного, я не могу. Я вовсе огорчу в этом отношении. Мы все одинаковые люди. Скажите, как вы будете отмечать тех артистов, которые отмечают в этом году 20-25 лет творческой деятельности? Билок, Могилевская, Пономарев. Почему не номинирована ни в одной номинации, а не Лорак, певица, которая позволяет Украину за рубежом всего мира? Вы такие же продажные, как и нынешняя власть, а в шоке, позорники. Ну, либо человек, которого зовут Логи, не смотрит М1, либо смотрит, но не видит. А не Лорак у нас в эфире есть. Когда у артистов происходят какие-то юбилеи, во-первых, лично я их поздравляю, во-вторых, у нас существуют некие программы, в которых мы делаем интерспективы клипов, либо приглашаем артистов в эфир. Вот, поэтому я просто отвечаю, чтобы не было у человека ощущения, что этого нету, а это на самом деле есть. Кто будет режиссер-посновщик этого гениального масштабного шоу? Назову три фамилии. Фамилия номер один – это Максим Арделян. Вот, это человек, который много лет работает в компании «Таврийские игры». Максим Арделян. Ар-де-лян. Который много лет работает в «Таврийских играх» и который поставил, ну, довольно большое количество очень серьезных мероприятий. Вот, он отвечает за всю «Метанику шоу», за всю драматургию, за все полицейские функции за кулисами и массу других вопросов. Есть постановщики отдельных номеров, и я уже называл эти имена. Олег Боднарчук и Лена Каляденко. Это постановщики, которые делают, ну, постановки большинства номеров. Что было, расскажите, что было о самом сложном в подготовке? Ну, отвечаю, что было сложным при подготовке к «Ман Мьюзик Авардс». Ну, самое сложное – это, конечно, организационные вопросы, но зритель, который придет во дворец спорта, и те, кто не смогут попасть во дворец, но окажутся на наших экранах, они, наверное, этих сложностей не увидят. Сложности связаны с тем, что дворец спорта хоть и лучший, но, наверное, самая сложная площадка в Украине. Это достаточно старое здание, в котором много технологических проблем, кроме того, что там идет куча мероприятий, которые не дают спокойно и достаточно размеренно вести подготовку. Поэтому масса репетиций происходит сейчас в других залах, а в самом дворце спорта у нас будет достаточно немного времени, чтобы привязать номера к пространству дворца спорта и пройтись именно, чтобы все артисты могли пощупать ногами нашу инсталляцию. Продолжение следует...